Дорогие друзья, здравствуйте! Сам волейбольное обозрение, я Евгений Монархурович. Начался год 2021, и как каждый порядочный волейбольный болельщик, вы, дорогие друзья, должны встретить этот год с нашей родной и любимой «Жемчужной Полесье». Сегодня мы вместе с нашей профессиональной волейбольной командой Музырского нефтепроводующего завода «Жемчужная Полесье» Вспомни год 2020, который подарил нам столько всевозможных событий. И предварим год 2021, год надежды, в том числе и надежды «Жемчужного спорта», украшением которого является волейбольная дружина, уже много лет прославляющая столицу Полесье, воспитывающая высококлассных спортсменок, которыми мы на это очень надеемся со временем будет гордиться вся Беларусь. В 2020 году произошло достаточно интересных моментов, был очень продуктивный сезон, и мы смогли удержаться над лидерской турнирной таблицей. Год наступающий, 2021 год новых надежд, в том числе, а может быть и в первую очередь волейбольных для Виктории Гудкниг. Мы будем добиваться успехов так же как в 2020, так и в 2021 году. Будем стараться удержать эту планку и в 2021 году. Еще одна молодая волейболистка нашей профессиональной команды, как и Виктория Гудкниг, воспитанница «Жемчужного полесья» Екатерина Деева, уже полноценный игрок команды элиты отечественного клубного волейбола. 2020 год был очень непростым из-за всей этой пандемии, но были, конечно, и очень хорошие моменты. Я поступила в университет и попала в команду «Жемчужного полесья». Я надеюсь, что в 2021 году я стану намного лучше играть. Хочу также поздравить всех с Рождеством, пожелать, чтобы они шли к своей цели все, они опускали руки, но все у них получится. Единым целым стали игроки и тренерский штаб нашей команды, команды в полном смысле этого слова, имя которой «Жемчужного полесья». Для меня этот год, в принципе, неплохой. А вообще запомнился, конечно, вот этой эпидемиологической обстановкой, с которой мы успешно боремся. А вообще в плане работы мы в этом году были де-факто первыми, ну, в Де Юре случилось второе. Так что старый Новый год, в принципе, неплохой год. Единственное, что, конечно, погода подкачала, ноябрь, особенно декабрь, дожди, снега нет. Ну, это единственный минус. Каким, по мне, Николай Дмитриевич, будет следующий 2021 год? Прогнозы, дело неблагодарное, говорят. Надеюсь, что будет благополучно. И, наконец-то, мы справимся вот с этим ковидом и заживем прежней спокойной жизнью. Еще, кажется, вчера наша следующая собеседница поздравляла с новогодними праздниками болельщиков «Жемчужного полесья» как игрок. Теперь она – тренер женской профессиональной команды Музырского нефтеперерабатывающего завода. Прошлый год запомнился мне нашим чемпионством, неофициально, но, тем не менее, мы стали первыми, как можно сказать. И еще я в прошлом году стала как в роли помощника главному тренеру. Это, конечно, для меня такое важное событие в жизни. А в будущем году я желаю всем нашим любимым болельщикам, жителям города Музыря быть терпеливым. Вам крепкого здоровья хотелось бы пожелать. И чтобы плечо к плечу взаимоподдержка была, потому что в наше тяжелое время связано с пандемией вот этой. Хотелось, чтобы были дружнее, терпимее и крепкого здоровья пожелать. Последний рубеж обороны «Жемчужное полесья» Людмила Александровна оставила достойным игрокам. Одна из них – Дарья Сирыш, еще одна воспитанница спортивной школы Музырского НПС. 2020 год в какой-то мере был и успешен, и где-то болезни сопутствовали как бы с этой пандемией, и не все так гладко в этом мире. Поэтому я хотела бы пожелать всем, каждому здоровья, чтобы самые близкие находились в здравии. От 2021 года я жду главное – здоровья, успеха в спорте. 2020 год был знаковым для многих воспитаний с дешевым «Жемчужного полесья». Особенно для тех, кто закончил среднюю школу, заключил свой первый профессиональный контракт, поступил в высшее учебное заведение. 2020 год запомнился тем, что мы попали в команду и поступили в новое учебное заведение. На 2021 год будут планы самые грандиозные как в учебе, так и в спорте. Самым успешным в спортивном плане получился год для Дианы Васьковской, которая стала обладательницей бронзовой медали Европейского перенства, вице-чемпионка страны, мастером спорта и лучшей либерой чемпионата Беларуси сезона 2019-2020. Самое лучшее и важное событие – это попадание в сборную до 19 лет, где мы заняли третье место на чемпионате Европы. Вот и получили мастера спорта. Это главное событие. И второе место на чемпионате Республики Беларусь за 19-20 год. Я надеюсь, что в 2021 году мы займем самое высокое место в чемпионате Республики Беларусь. Уже не представишь нашу команду без Ольги Владимировны Коноплич и Ларисы Александровны Кундес, тренера статистика и администратора. Они не всегда на виду, но без их скрупулезного подхода к делу профессионализма – право не обойтись. Этот год оказался для нас как и непростым, так же и интересным. Осталось в памяти то, что такого, наверное, не было. Из-за пандемии пристановился сезон, и мы занимали лидирующие позиции. А потом это возобновление в новом составе команды и в новые результаты, на которые совсем недавно команда, обыгравшись, завоевала достаточно высокие места. Второе место, я считаю, обыгравшись только больше, чем месяц, наша команда выступила очень достойно. Поэтому это был наш неплохой результат. Первое место по окончанию, можно сказать, прошлого сезона в одном составе и завершение его в совсем другом составе на втором месте. Хочется, чтобы в 2021 году сбылись наши мечты, которые, может быть, у некоторых не сбылись в 2020. Хочется, чтобы всем сопутствовала удача, успех, конечно же, здоровье не подводило. Команде только побед. Мы, команда в этом году, достаточно сильная, способная конкурировать на самом высоком уровне и надеемся только на победу. Настоящей опорой, стержнем в «Жемчужной Полесье» являются опытные спортсменки Жанна Голодко и Наталья Дедицкая, лидеры команды, настоящая любимица «Жемчужной Полесьской Торсины». Ну, хочется, наверное, отметить то, что по пришествии мы доиграли чемпионат. Прошлый. Заняли второе место. Я считаю, что это был уникальный хороший результат для нас. А в будущем году хочется повторить или даже улучшить наш результат. В прошедшем году это соответственно то, что мы заняли второе место. Но я надеюсь, что мы в нашем году, в 2021 году, мы займем первое, как бы так ни сложилось. Всем пожелаю в наступающем новом году это здоровье, счастья, любви и чтобы все ваши желания исполнялись. Еще одна незаменимая жемчужная пара Дарья Булок и Анастасия Казаченко, когда-то вместе выступавшая за сборную команду девушек Республики Беларусь, сейчас стремящиеся вместе на клубном уровне достигнуть самых престижных спортивных высот. Воспоминания остались иногда хорошие, иногда плохие, то есть год был, не знаю, где-то хорошо, где-то плохо. В плане волейбола тоже мы растем, выдвигаемся, прогрессируем. И я желаю команде только идти вперед и не останавливаться. Также хочу сказать, да, уходящий год он очень тяжелый для всего мира, наверное, это глобальные связи о волейболе. Также нужно расти дальше, занимать первые места, а не вторые. И всем удачи! Пока только на подступах к основному составу Александра Чуб. Но вне всяких сомнений, эта талантливая волейболистка способна на своей оборонительной позиции Ливера достигнуть мирового признания. Ну, 20-й год достаточно интересный в плане учебы, закончила школу и поступление в универ. На спортивном плане очень интересно, так как попала в команду первый год. И на 21-й год достаточно серьезные планы. Вот и будем работать. Много работать на достижение спортивного совершенства не нужно всегда. И всем, от игроков опытных до волейболисток, подающих надежды. Для меня выдался год очень удачно в плане спорта и в плане личной жизни. Ну, вполне неплохо. Только самого но и лучшего хочется узнать и попробовать в новом году. Надеюсь, он будет еще лучше, чем в 2020-й и сбудутся все мои мечты. Еще одна волейболистка сборной команды Республики Беларусь наряду с Дианой Васьковской, которая стала медалисткой Европейского волейбольного форума, мастером спорта и, кстати, степедянкой президентского спортивного клуба Дарья Бурак, воспитанница с Дюшоржем Чужина Полесья, гордость спортивной школы Мозорского нефтепорабатывающего завода. 2020 год, конечно, был очень насыщенный. В первую очередь он запомнился тем, что мы смогли со сборной занять третье почетное место на Европе и получить звание мастера спорта. Планы, конечно, в 2021 год, можно сказать, грандиозные. Я думаю, я, как и любая из наших девочек, хочу добиться максимальных высот в нашем виде спорта. Очередной сезон вместе с командой проводит Наталья Сергеевна Багирова, которая готовит волейболиста к тренировкам, матчам, стараясь это делать как можно лучше. Он, наверное, для всех был тяжелым, но в то же время для команды он был радостным. У нас второе место, медаль, это замечательно. С 2021 годом я связываю надежды. Конечно же, хочется получить первую медаль, быть чемпионами. Также хочется продолжать и улучшать игру. Это для команды. Ну, а для себя хочется любви, здоровья, благополучия. Ну, и для всех болельщиков тоже. Ну, а как оценит год прошедший главный тренер нашей команды Михаил Михайлович Коваренко? Ну, наверное, самый непредсказуемый год, поэтому много было вопросов, много испытаний, но я думаю, что мы прошли достойно, оказались вторыми по итогам чемпионата, поэтому по той работе проделаны вполне удачный год. Какие планы у нашего собеседника на год 2021? Продолжить ту работу, которая была начата в этом году, пусть она будет плодотворной и по итогам работы пусть будет достойный результат. Ну, и хотелось бы, конечно, чтобы все сняли маски, чтобы смотрели друг в друга в глаза, чтобы залы были полны, и мы получали удовольствие и радовали болельщиков своей игрой на трибуне. К сожалению, не все представители профессиональной волейбольной команды «Жемчужная Полесья» выступили в нашей сегодняшней передаче в силу разных причин, но все они присоединяются к искренним поздравлениям в адрес болельщиков, всех-всех, кому небезразлична судьба нашей родной любимой «Жемчужной Полесье». Дорогие наши болельщики, жители города, с Новым годом! Желаю, чтобы в наступившем году вам сопутствовала удача, крепкого вам здоровья. Команда гордится тем, что она представляет Мозорский НПЗ, флагман нефтеперерабатывающей промышленности, который, думаем, тоже гордится успехами своей волейбольной команды, одной из лучших волейбольных команд в Беларуси. Если ассоциировать себя с нашей командой, то год считаю достаточно успешным. Серебряные призеры в чемпионате Республики Беларусь, я думаю, что это достойный результат. Мозорский нефтеперерабатывающий завод и все его подразделения, в том числе спортивные, никогда не останавливаются, постоянно стремятся к прогрессе. Безусловно, хочется, чтобы команда развивалась, чтобы завоевывала призовые места, убеждала. Хочется видеть как можно больше жемчужинок, полезья, наше дешево в составе профессиональной команды. Мы к этому целенаправленно идем, и пока у нас все получается. Ну что же, в добрый путь, дорогие друзья, и пусть 2021 год станет очередной ступенькой для нашей волейбольной команды по нескончаемой лестнице спортивного совершенствования. Ну что же, дорогие друзья, надеемся, даже нет, мы не сомневаемся, что год наступивший будет гораздо успешнее года предыдущего. Счастья вам, здоровья, и, конечно же, поддерживайте нашу команду. Поверьте, она этого достойна. На сегодня это все, с вами было волейбольное обозрение Евгений Монархович и Вячеслав Пересыпкин. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин